Новый шаг на пути к собственной вакцине от коронавируса сделали ученые Казахстана. Минздрав Республики выдал временную регистрацию на препарат КАЗ-КОВИДИН. Этого дня казахстанские ученые ждали с прошлого марта. Именно тогда они начали работать над созданием собственной вакцины от коронавируса. Большая часть времени ушла на тестирование препарата. Его проводили среди добровольцев возрастом от 15 до 50 лет, у которых нет хронических заболеваний. Кроме того, в Республике производят и препарат, разработанный в России. В Минздраве Республики заявили, что с начала массовой вакцинации одна половина сотрудников ведомства получит российскую прививку, а другая – казахстанскую. В конце декабря в Казахстане запустили производство российской вакцины «Спутник Ви». Была выработана опытная партия и направлена на контроль в Институт Гамалеи в Россию. Заключение по качеству российской вакцины должно быть готово в течение месяца. В случае успешного завершения исследований и регистрации массовую вакцинацию планируем начать в марте. В Актубе подорожали продукты питания. Наиболее заметно изменились цены на сахар, яйца и подсолнечное масло. Жалоба населения в этой связи послужила поводом для очередного рейда. По словам продавцов и покупателей, наиболее ощутимо подорожало мясо. Повышение стоимости говядины связывают с изменением закупочных цен. Актюбинцы говорят, что они успевают привыкать к ценникам, которые часто меняются. По данным специалистов Департамента статистики, в декабре жители региона дороже стали обходиться также рыба, огурцы, помидоры, перец и некоторые фрукты. Впрочем, цены на многие продукты росли на протяжении всего года. Социально значимые товары подорожали примерно на 10%. Для стабилизации цен на продукты первой необходимости предпринимателям выдали льготные кредиты на 500 миллионов тенге. На эти деньги владельцы торговых объектов закупили продукцию у местных производителей. Кроме того, около 2000 тонн продуктов питания, в том числе и овощей, закуплено в стабфонд. Теперь представители мониторинговой группы намерены выйти с предложением о снижении арендной платы для продавцов рынков. Представители управления предпринимательства говорят, что теперь мониторить цены на социально значимые продукты будут чаще, а в случае их необоснованного повышения намерены обращаться в антимонопольный комитет. Значительное повышение цены с начала года отмечено на сахар, это 56,9%, гречная крупа на 40%, масло подсолнечное на 31,1% выросло, яйца на 17,5%, на говядину лопаточную грудную часть выросло 11,1%, на соль 13,5%. В России не было урожая подсолнечника. И в связи с этим массово перерабатывающие заводы испытывают дефицит в данном сырье. В Кыргызстане за пару месяцев яйца подорожали на треть. Руководители отечественных птицефабрик причину называют сразу «подорожал комбикорм». 70% куриного рациона состоит из импортных добавок. Кукурузу, сою и витамины завозят из Европы, России и Казахстана. Резкий скачок курса доллара повлек за собой подорожание импортных продуктов. Сейчас одно яйцо стоит 13 центов. На птицефабрике рассказали, чтобы его снести, курица ест определенный комбикорм. Порция стоит 6 центов. Еще не сушке нужен свет, тепло и уход. Ее комфорт – отдельная статья в коммунальных платежах и зарплате сотрудников. Снизить цену реально, подчеркивают предприниматели. Нужно лишь наладить собственное производство кормов. В Кыргызстане в год производится более полумиллиона яиц. Но этот объем покрывает всю потребность. Почти 40% продукта завозят из Казахстана. Импортные яйца сейчас стоят дешевле отечественных. В 2017 году себестоимость одного килограмма корма, дабы комбикорма готового, он стоил порядка 17-16 сумм. На сегодняшний день он стоит 30 сумм. Чувствуете, да, разницу? А цена на яйца возросла всего на 3 суммы. Условия в коммерческих банках варьируются от 14 до 19%. Соответственно, это на сегодняшний день совсем невыгодно отечественному производителю. Мы хотели бы получить льготный кредит, который по возможности государство может выдать в 6%. Первый блок белорусской атомной электростанции заработал на 100%. При этом оборудование еще проходит испытание. После их завершения первый блок ждет аттестации приемной комиссии и только затем промышленная эксплуатация. Тем временем потребление электроэнергии в стране растет. Например, белорусы стали активно использовать электричество для отопления жилых домов. Кроме того, электроэнергия – одна из экспортных позиций государства. Поэтому специалисты постоянно ищут новые рынки для ее сбыта. Сейчас на белорусской АЭС продолжается возведение второго блока. Строительные работы почти завершены. Идут отделочные работы и монтаж оборудования. Ожидается, что второй блок будет сдан в середине следующего года. При Балтике сегодня несколько ограничило наш экспорт. Мы сегодня имеем небольшой экспорт на Украину в рамках подписанных соглашений. И продолжаем консультации с украинской стороной. Ну и также просматриваем, рассматриваем другие варианты. Но, как мы и говорили ранее, наша белорусская АЭС рассчитана в первую очередь на белорусского потребителя, потому что это более дешевый электронер и экологически чистый. Московский научно-исследовательский центр имени Чумакова готовится зарегистрировать вакцину от коронавируса. Документы в Бенздрав подадут в феврале. У препарата пока нет названия. Известно, что это инактивированная вакцина. Она представляет собой убитые частицы вируса, которые заставляют организм вырабатывать антитела. Сейчас вакцина проходит вторую фазу клинических испытаний, который покажет эффективность препарата. В первом этапе исследований участвовали 200 добровольцев. Третью фазу исследований планируют начать в феврале. Она продлится 3-4 месяца. Участвовать в ней будут 3000 добровольцев. В России уже зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Это спутник ВИИ и эпиваккорона. В декабре началась масштабная иммунизация населения. Между тем, президент Владимир Путин распорядился провести массовую вакцинацию. Ее обещают начать уже на днях. Исследования пока еще не закончены. Пока что мы видим только результаты по безопасности. Никаких, так скажем, побочных эффектов, которые могли бы не просто предотвратить использование вакцины, а даже потребовали корректировки какой-то в протоколе клинических исследований, пока что не отмечены. У нас есть опыт поставки, например, вакцины против желтой лихорадки по контрактам с ЮНИСЕФ. Эта вакцина в дальнейшем используется в странах Африки, в странах Латинской Америки. Технология эта отработана. И, соответственно, эта вакцина может быть доставлена туда, куда не сможет доехать вот такая вот высокотехнологичная. Мэр Амстердама намерена запретить продажу марихуаны иностранным туристам и предоставила свой план на рассмотрение городского совета. Мэры поддерживают полиции и прокуратура. Власти говорят, что хотят бороться с организованной преступностью. В Амстердаме действует 166 кофешопов, в которых можно купить каннабис. По оценкам правительства, более половины всех иностранных туристов приезжают в столицу Нидерландов, чтобы употреблять наркотики. По данным властей, на нужды местных жителей потребуется меньше 70 кофешопов. Мэр Амстердама заявила, что городу нужны туристы, заинтересованные в красоте и богатстве учреждений культуры, а не алкоголе и наркотиках. На самом деле это создаст огромную проблему – закрытие кофешопов для туристов, когда в Амстердам все равно приезжает множество гостей. Первоначальный план – сократить число туристов, но этого не произойдет. И одновременно вы создаете проблему с продажей наркотиков на улицах и прочие неприятности, проблемы, с которыми вы хотите бороться. Карантинные меры привели к существенному увеличению объемов доставки еды в Европе. Насколько вырос этот рынок, можно судить под данным компании Just Eat, одного из крупнейших объединений служб доставки. В ее отчете сказано, что европейские потребители заказывали еду на дом вдвое чаще, чем годом ранее. Особенно много заказов пришлось на последний квартал 2020 года. В Великобритании, например, прирост за эти три месяца составил почти 400%. В рамках борьбы с коронавирусной пандемией рестораны закрыты в Германии, Франции, Чехии, Нидерландах и других странах ЕС. Продажа еды на вынос была одной из уступок, которых добивались профессиональные ассоциации для спасения бизнеса. Вступила в силу решения американских властей о введении таможенных тарифов в размере 25% в отношении некоторых сортов вин, коньяка и ряда других наименований алкогольной продукции из Франции и Германии. 15% пошлиной отныне облагаются также и произведенные в этих странах запчасти, необходимые для авиастроения. Эти меры приняты администрацией Белого дома с разрешением ВТО в рамках многолетнего спора между США и ЕС по вопросам субсидирования авиапроизводителей Boeing и Airbus. За последнее десятилетие продажи французского коньяка в США выросли в два раза. В целом, американцы потребляют одну из двух бутылок коньяка, произведенного на севере региона Бордо. В Брюсселе рассчитывают на взаимодействие с новой администрацией США в этом вопросе. Пошлины стали ответом администрации Дональда Трампа на европейские тарифы, введенные в ноябре. Еврокомиссия раскритиковала данное решение, заявив, что действия Вашингтона подрывают переговорный процесс. Данное решение в совокупности с уже действующими мерами, которые не изменились, будет стоить миллиард евро. Это как если бы с карты внезапно исчезли все виноградники, Кот де Прованс или Оксидан. В 2020 году некоторые наши товары не подпадали под эти санкции, но теперь это не так. У индустрии больше нет выхода. Поэтому так важно найти срочное решение для этой проблемы. Редактор субтитров А.Семкин